всем привет с вами комаров виталий и сегодня я вам расскажу как сделать без жести колено из трех частей отвод отвод колено правильный отвод так нам для этого нужно размер исходной трубы диаметры исходной трубы у нас равен следующему это 150 умножить на 3,14 и получается у нас 471 примерно дальше для того чтобы это этот отвод налез поверх трубы нам к общей развертки нужно прибавить 5 миллиметров то есть 471 плюс 5 миллиметров равно 476 дальше к этому размеру нужно прибавить припуск на фальц фальц я делаю шириной 6 миллиметров 6 умножаем на 3 у нас получается 18 то есть прибавляем 18 и у нас получается 494 то есть таким образом заготовочка у меня уже отрезано 494 миллиметра вот такая заготовочка дальше для того чтобы нам высчитать высоту срезки нам нужно сделать следующие размер 476 который нам нужно разделить на 4 476 476 мы делим на 4 и у нас получается 119 перед этим как откладывать эти величины нам нужно сначала отложить с одной стороны 6 миллиметров другой 12 миллиметров или наоборот можно определить все это пополам то есть 9 миллиметров с этой стороны 9 миллиметров с этой стороны велика разница в этом нет я откладываю штангелем то есть с одной стороны 6 миллиметров отчеркиваю с другой стороны 12 миллиметров я отчеркиваю так теперь мы делим вернее откладываем с одной стороны 119 на четвертую часть развертки и с другой стороны 119 мы поправим по камере вот так 119 миллиметров отмеряем с одной стороны вверху то есть внизу верху 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 и проводим линию 119 миллиметров откладываем вот от этой черты надеюсь ее видно то есть не от края а черты с другой стороны то же самое не от края а от черты 119 миллиметров 119 миллиметров это одна четвертая развертки это необходимо для того чтобы сделать шаблон рыбка вот у нас есть четкие линии по которому можем дальше строить дальше мы высчитываем высоту срезки срезка будет равна 476 то есть развертка в чистом виде разделить на 8 то есть 476 разделить на 8 у нас получается 59 и 5 десятых миллиметров к этой величине чтобы отвод получился 90 градусов нужно прибавить 4 миллиметра мы откладываем эту величину два раза то есть у нас получается 63 с половиной миллиметра можно отложить 64 для удобства откладываем два раза 64 миллиметра в данном случае я откладываю 65 снизу соединяем вот всем надеюсь видно хорошо и не я подчеркнул то есть это на высоте 64 миллиметра 65 и отложу дальше уже довольно таки точно нужно отложить 64 это та самая высота срезки который будет строить этот самый шаблон сложили 64 миллиметра с другой стороны 64 миллиметра проводим черту говорю сразу это самый простой способ построения развертки все остальные довольно таки под камер неудобно ловить вот эту вот область она и будет высотой срезки так далее 64 нам нужно поделить пополам и определить здесь центр 64 разделить на два это получается 32 миллиметра камер мешает у нас есть несколько точек соприкосновения средняя верхняя нижняя и еще средняя это будет очертание рыбки нам ее нужно построить строить мы ее будем методом мостика то есть для того чтобы нам определить расстояние которые здесь вот будет откладываться здесь и здесь и здесь и здесь и здесь нам нужно опять посчитать здесь мы берем уже диаметр который нам требуется 150 миллиметров умножаем на 0 28 0 28 это постоянная величина то есть 150 миллиметров умножаем на 0 28 она 0 28 никогда не меняется у нас получается 42 миллиметра берем откладываем здесь 42 миллиметра 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 этот способ построения он самый-самый древний считается есть у него конечно погрешности которые потом впоследствии потом уже покажу когда буду сбивать них тоже нужно знать и теперь мы вот эти вот точки соединяем серединой здесь мы соединяем с верхней точкой здесь мы опять соединяем серединой вот у нас уже наклевывается черта не рыбки но нам ее нужно сделать плавно для того чтобы нам сделать плавно нужно строить мостики мостики строится следующим образом вот эти 42 миллиметра делятся пополам у нас получается 21 миллиметр на циркуле или каким любым другом способ другим способом берем откладываем 21 миллиметр это можно все сделать и линейкой 21 миллиметр откладываем от центра в сторону центра в сторону и также откладываем вот сюда и сразу мы их ведем почти до конца то есть раз-два-три получается вы 4 чуть-чуть не хватает здесь тоже самое три раза раз два три здесь сверху вниз раз два три здесь не забываем опять от центра края то есть на величину 028 от диаметра который мы откладываем половину удаляющего и 21 миллиметрах откладываем опять здесь вот должно получиться зеркально что здесь что здесь вот теперь мы начинаем эти точки соединять берем эту точку соединяем с этой эту точку с этой эту точку с этой эту точку с этой эту точку с этой берем и соединяем я вам еще раз говорю это самый быстрый способ построения развертки да он имеет свои минусы но для дома для быта это вполне пойдет теперь эту величину этот мостик один мы делим его пополам здесь делим пополам здесь здесь и здесь ну и это я делаю на глаз что дым-сюдым метр погрешности допускается шутю конечно и все мы это проделаем со всеми величинами так здесь у нас уже практически мы поделились пополам за счет той черточки которые варень продолжаем так ждали то же самое вот она середина и вот она . соединяем то же самое здесь все мы поделили быть как все ну и вот мы смотрим у нас получился практически уже шаблон шаблон на 150 миллиметров берем 150 с небольшим чтобы налез на трубу 150 теперь берем и вырезаем по касательной к этой разметке вырезаем аккуратненько и не торопясь желательно чтобы заусенков не было здесь я забыл мальчик поставить ну ничего страшного дальше удобно все так и вот у нас получилось практически два шаблона он пользуется мы будем одним правильно какой из них все это нужно 65 вот мы и будем им пользоваться такой шаблон рыбка получился так теперь имеет данный чудо шаблон можно все это чётенько построить я привык пользоваться чертилкой здесь вот я отложил догна чтобы догнать до 160 миллиметров зачерчиваю вам было видно прорисуем маркером вот это 494 миллиметра но и высота какая вам требуется вот получилась одна линия и на следующее главное не так вот отчертить а вот именно вот так вот перевернуть и так вот отчертить чтобы шаблон лег довольно так и ровно нам нужно краешки маленько подметить здесь я например взял 65 миллиметров так ну вот меня прервали позвонили здесь я отложил ну произвольно просто 65 миллиметров то же самое отчеркиваю продублируем маркером вот что у нас получается теперь мы берем просто эти заготовки вырезаем однако человек ко мне обратился и попросил рассказать как я делаю такие вот вещи какие мужики интересно оказалось я ему начал рассказывать как я сидел и как считаю он на меня и мне тут не темни ведь еще математик что ли мне скажи как делаешь я в буквально смысле обмяк ничего меня скажи не осталось сказать так вот ничего мне не оставалось как сказать что вот видишь трубу берегу и вот так вот нарежешь он переворачиваешь соединяешь у тебя будет колено и все не день через дело меня встречает и говорит хреновый ты мастер дорогой я вот по твоим делу ничего не получил ребята если вы считаете что делаем не в математике здесь я не знаю хоть маленько надо представление иметь что математика что математика по маркеру резать неудобно очень надо не писать в комментариях ты пользуюсь старыми ножницами ребят я к ним привык я уже режу ими 10 лет и вот у нас получаются такие заготовки три штуки из которых должен получить отвод до 90 градусов все мы это будем соединять вручную без всяких станков вам для работы требуется ножницы линейка потолок и молоток и циркуль ну еще если есть возможность так вот так сейчас мы переместились на другое место верстака и сейчас я откладываю 6 миллиметров с помощью своего штанги с одной стороны с другой стороны по 6 миллиметров теперь вот эти вот уголки по черте нужно немного срезать чтобы они нам дальнейшем не мешали берем вот так до линии размещать вот у нас разметочка и долине размещать если срезать то они будут торчать потом не стал их резать придется вот линии теперь заготавливаем фальсовое соединение его можно заготовить как киянкой так и молотком киянкой правильней сейчас посмотрим как это сделать киянкой ложим линию на уровне уголкам по уголку секретарным и 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 кончик и теперь мы делаем косичку вот отступаем примерно на сколько мы здесь отступаем метров на шесть где так и есть на метров 7 чтобы получилось просечь который не будет давать фальцу вылетать и ударяем просто сверху и вот получается заготовленная часть фальца теперь я покажу это молотком сверху вот молоток он у меня на 400 грамм можно использовать до 600 грамм молоток то же самое линии линии разметки разметки по линии уголка сильно бить не надо потому что нужно металл расплющить и фальце будет как сопля в волнах опять же так делаем наклон оступываем миллиметров 7 и когда видим что палец начинает геннаду сторону поправляем загинать фальца одувась молотоком получилось то же самое так вот я под камеру вот линия разметки идет линия разметки так это идет кияночкой наклоняем он задел 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 свой висящий телефон вот такая штука получается вот такое фальцовое соединение еще раз показываем какой он должен быть молотоком молотоком током 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 наклоняем можно например сделать так так мы последний прокурс надеюсь такого количества ракурсов хватит вот опять положили линии на линии уголка началась молотка ну то ладно кальцевое соединение вернее заготовку кальцевое соединение теперь ручки ямкой отступаем миллиметров 7 дальше будем смотреть как все это сбить на трубе и сделать это все круглым так вот мы достали трубу теперь нужно придать округлую форму всем этим заготовкам начинаем берем вот так вот на трубу кладем ложим положили комок там как правильно и потихонечку так вот днем как таковое усилий тут особо больших не надо все что нужно будет поправить это все поправится вот так вот выравниваем шов должен быть соединен взбиваем теперь поправляем вот теперь можно рассмотреть косяки и это разметки если мы будем вот так вот смотреть сейчас так еще незаметно есть провалы это небольшой косяк ничего в нем страшного нет но вот такая вот одна заготовка у нас получается начинаем начинаем сворачивать следующую взбиваем управляем если необходимо поменяем теперь еще так хотел бы сказать об одном таком об одной такой штук то есть вот этот нужно сейчас сворачивать вот так чтобы было то есть его нужно сворачивать вот так не так вот то есть не так если так сворачивать он перевернется а чтобы шов ко шву был надо чтобы высокая сторона соединялась с высокой шву тогда будьте шов ко шву эту можно перевернуть хоть так хоть так вот берем высокую к высокую приставляем и нам показывают куда ее скручить вот сюда вот сюда соединяем пальцевое соединение взбиваем хотите молотком хотите киянкой киянку вы его увидели давайте молотком подвали соплавим другой подвали 2 подвали 2 подвали 2 крючки подвали 2 по учился поэт свои соединения вот как она соединяется между собой по правилам вообще надо чуть-чуть сдвигать потому что шов нашел соединять довольно так или так так легче так продолжаем снимать свою безобразие делаем вот такую чертилку здесь до кончика 5 миллиметров здесь до кончик один сантиметр так делаем разметочку как мы будем все отбортовывать вот уже мы ее и отчеркиваем здесь миллиметров все очень легко просто не видно мне например видно сейчас вот так здесь у нас идет вот этот соединяется звено не соединяется стаканом делаем так чтобы шов кашу если мы здесь сделали 5 миллиметров там и здесь который идет на 5 миллиметров делаем 1 сантиметр черту подчеркиваем с другой стороны отчеркиваем 5 здесь отчеркиваем сантиметр на третьей готовке на втором стакане когда мы собираем их в кучу должно получиться что-то такое от вот то 90 градусов будущее пока что так перед тем как делать отбортовку ребят меня в интернете в эту ни разу не спрашивали но так на не один человек спросить когда он начинает делать обортовку него готов гулять вправо улево вправо улево то есть не получается ударить по-человечески ничего такого хорошего не получается ребят есть такой вот принцип локоть прижимаем к себе и все у вас рука ходит в одном направлении больше нам ничего не надо только вы локоть освободили вас рука будет гулять куда хочет так все продолжаем снимать как делать обортовку вот этих отводах вернее заготовках это стакан это звено это еще один стакан то есть такая алкогольная профессия итак молоток мы держим ровно удар должен его приходиться всегда ровно по уголку начинаем отбортовку начинаю делал делом начинаем делать с маленькой отбортовки смотрим там дешевле ударяем немножко посильнее чтобы растянулся потом когда проходим второй круг проходить нужно за три-четыре круга когда проходим второй круг угол удара молотком меняем когда мы прошли до конца и уложили берем пяточкой и проходим бортовку я на еще потом будет поправляться начинаем опять с маленькой отбортовки смотрим также линию ставим на линию уголка и начинаем бортовку локоть себе прижали и пошло а 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 сейчас увеличим когда как у нас это получится и проходим второй раз и теперь пяточкой вот такая вот отбортовка должна получиться так а теперь что один сантиметр отбортовка поехали здесь уже удар должен быть пожестче посильнее но правила все сохраняют те же самые чем ровнее молоток ложится тем лучше про локоть не забываем прижимаем его к себе можно делать как в ту сторону отбортовку так и в эту опять где шов ударяем помощнее вот мы прошли один раз здесь отбортовка поменьше потому что здесь шейка не отвода здесь она бабок побольше где затылок отвода проходим второй раз опять меняем угол удара молотка и пошли там где шейка там будем проходить еще раз теперь все то же самое проходим пяточкой молотка поправлять и будем на трубе еще все это я покажу так сейчас я доделаю бортовку и начнем собирать все это вернее подготавливать еще потом собирать вот у меня имеется вот такая вот оправочка рельса но за место нее можно использовать какую-то трубу вот эту часть пропитенного рельс это для того чтобы делать другую бортовку которые сейчас покажу это можно вот за место нее в трубу вернуть какой-то болт шляпку чтобы было миллиметров пять именно для это для этих отводов еще и проблем решится так что же продолжай наш увлекательнейший процесс так и нам теперь че нужно теперь нам нужно сделать так чтобы вот эта вот часть вся от бортовки была в одной плоскости соответствии с наклоном мы берем ее одеваем сейчас меня перейти на ту сторону и просто вот она у нас как бы в одной плоскости стало можем чуть-чуть да чтобы угол чуть-чуть поострее был с маленькой бортовки делаем то же самое что-то так у нас это делается по идее вы должны быть прижаты левой стороной если вы правшая кто левой стороны крестаку я правда должна быть перед нами поправляем так видно там нет если слишком много отходит не доведено то желательно на сочи потихонечку поправляем маленькая бортовка проверим так теперь мы две подготовки подготавливаем к вальцовке так вот уже несколько дней снимаю и сразу чтобы шов не выскакивал это часть будет как упор то же самое делаем со средним звеном это часть будет как упор то есть это часть будет как упор то есть вот следующий у нас теперь мы будем все это собирать в кучу в одно изделие видно а 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 уже восторг час телефону зарядку пока мне снимает так вот эту часть и и про всем законам жанра нужно завалить старенькая линейка чтобы пальцы прижать туда заваливаем примерно видно вот такой вот соединение получается и чтобы укрепить затылок мы берем подходим к уголку то есть у нас получается вот этот шов я вот он сюда чуть-чуть наклоняется и создает сопротивление к прогибанию все телефон я на зарядку эта часть склепается точно также единство забыл сказать в большую бортовку вставляем маленькую так идем большую банк если сделать это все наоборот то получится хрень то есть если так то будет ерунда вы склепать потом уже быть довольно таки поэтому делаем большой отбортовку маленькую вот так сейчас я уже уши телефон вернить сейчас я держу совершенно неудобно потихонечку потихонечку так вот представляешь где-то на вас будет вылетать на место я практически можно собрать на весу так 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 выключается а вот ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уползло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-то поворачиваешься, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 вот он вышел это верхняя часть это нижняя часть вот эта страна вот страдается во вход а здесь труба будет уже сверх одеваться и водичка будет стекать пошло и сюда ну и вот если вы заменить заметите то вот минус начертание это развертки есть небольшой треугольник неровность вот это вот все это все идет из-за развертки для бытового использования это не критично но есть иногда бывает такие случаи когда требуется довольно таки технологичное изготовление здесь используется уже начертание разверток довольно таки сложный все спасибо а